Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Сегодня человеку многое приходится делать на ходу. Есть, думать, вести переговоры, разговаривать по телефону и даже спать. Учеными подсчитано, что человек, передвигаясь в течение дня, проходит путь длиной минимум 10 километров. А суставы пальцев, например, за жизнь человека сгибаются и разгибаются более 25 миллионов раз. Только представьте, сколько движений совершаете вы и ваши суставы каждый день. Конечно, со временем наши суставы изнашиваются и возникает боль, знакомая многим. Вот как помочь суставам и больше ее не испытывать, об этом поговорим сегодня у нас в гостях. Геннадий Куропаткин, заведующий первым ортопедическим отделением больницы Середавина. Здравствуйте, Геннадий Вячеславович. И Ольга Седова, врач-ортопед больницы Середавина, конечно же, первого ортопедического отделения. Добрый день. Здравствуйте. Вот как мне кажется, природой суставы заложены на всю жизнь. Как же получается так, что они нас подводят, а иногда еще и в достаточно активном возрасте? Ну, далеко не так, конечно. Просто иногда мы их самих разрушаем. И природа ничего не может сделать. Она старается нам помочь, но мы ей вредим. И особенно, хоть многие больные не хотят с этим мириться и считают наши разговоры какой-то шуткой, но курение, излишний вес, алкоголь – это самые основные враги наших суставов и малоподвижный образ жизни. И они как раз их разрушают. И сейчас эта проблема становится огромной. Она выходит на первый план по, наверное, расходам на здравоохранение. Потому что иногда это невидимые, кажется, расходы, но эти операции очень дорогие, очень сложные, и они отнимают огромную часть бюджета. Поэтому мы сами ставим себя в такие сложные положения. Конечно, есть еще и заболевания, от которых тоже страдают суставы. Сахарный диабет, подагра, ревматоидные артриты. Тоже суставы поражаются в значительном количестве. Все-таки к какому возрасту чаще всего они поражаются, когда уже надо беспокоиться об этом? Более пожилой возраст. Хотя в последнее время эта болезнь стала как бы молодеть, к сожалению. И иногда мы видим совсем детей, у которых избыточный вес, которые сидят за компьютером. И мы понимаем прекрасно, что это потенциальные наши больные. И с ними как-то нужно вести работу, чтобы этого не было. Ну и вот сейчас поэтому на первое место среди всех заболеваний выходит коленные суставы, среди суставов. Раньше считалось, что классика жанра это эндопротезирование тазобедренного сустава. Мы в принципе протезируем все суставы. Но основная масса больных это эндопротезирование тазобедренного. Сейчас все меняется. И считается, что вот у нас пока это 30% коленные суставы. Но не от того, что мало больных, просто нет суставов бесплатных коленных. А в других местах это уже более 50%. И ожидается еще больший рост патологии коленного сустава. Как раз Ольга Николаевна, она такой ведущий хирург по эндопротезированию коленного сустава. Но я могу сказать, что в десятку лучших хирургов России входит она. А я со своей стороны хочу еще сказать, что вы уже поняли, что мы сегодня будем говорить о замене суставов, об эндопротезировании. И у нас в гостях, наверное, ведущий специалист в этой области, вот в частности Геннадий Вячеславович, занимается этим с 1994 года. И фактически он основоположник, я не ошибаюсь, да, Ольга Николаевна, основоположник эндопротезирования в Поволжье. Почему все-таки колено? Вы сказали, что колено сегодня на первое место выходит проблем. Почему? Вы знаете, вот последние годы мы видим, ну, очень большой прогресс в развитии медицины. И у нас сейчас тазобедренный сустав, основная раньше причина была, это урожденная патология. А сейчас детей очень рано осматривает ортопед в роддоме, выявляет группу риска, занимается их лечением. Мы сейчас не видим тяжелых дисплазий, таких вот тазобедрных суставов. Почти не стало урожденных выехов у бедра. Это казуистика, когда мы видим больных вот с патологией именно такого характера. Это, скорее всего, больные, которые приезжают к нам из азиатских республик, откуда-то, из другого места. Но вот местные больные, они не стали страдать. Но, то есть, как бы тазобедренный сустав отходит на задний план. А вот колено, он выходит на передний план. Потому что вот именно вот этот избыточный вес, неправильный образ жизни, он как раз разрушает колено сустав больше всего. А то, что сегодня мы спортом стали все больше заниматься, нет? Спортом? Или физкультурой? Это большая разница, да. Это большая разница, потому что мужчина, допустим, занимается тяжелыми видами спорта, штангами. И когда болят суставы, это не очень хорошо. Вы знаете, вот в народе принято почему-то, что если ты, говорит, будешь приседать 50 или 100 раз в день, да еще с грузом, суставы у тебя будут великолепные колены. Это самое неприятное для сустава приседание. Нагрузка на коленный сустав возрастает в 7, в 9 раз. То есть в 9 раз больше, чем вес больного. И мы всегда больным внушаем, что не нужно приседать, если у вас уже появилась проблема. Тем более приседать со штангой. Пожалуйста, ищите более другие виды упражнений. Плавание – самый лучший вид спорта. Тазобедренный, коленный сустав можно заменить. Какие вообще суставы? Плечевые, кисти суставов мелкие. Голеностопные. Голеностопные. Фактически все. Все, да. Ну, почти все. Суставы кистей. Ну, не каждый ведь сустав вообще нужно менять, даже если он уже болит, да? Скажите, пожалуйста, вот в каких ситуациях операция неизбежна? Ну, вот вообще считается, что самое яркое показание к операции – это боль, которая не снимается обычными методами лечения. У нас, к сожалению, существует очень такое вредное мнение. Иногда это мнение практикуется даже среди врачей. Очень часто больные тем страдают. И они внушают друг другу, что если ты хоть как-то передвигаешься, то передвигайся. Вот если совсем ходить не сможешь, тогда приходи к врачу. Когда он приходит и совсем ходить не может. Ему не нужно уже к врачу. И у нас даже есть такой негласный закон у всех ортопедов мира. Это не то, что мы придумали. Что если больного к вам привозят на каталке, на кресле, и он не хочет даже несколько шагов сделать, его не надо протезировать. Мы ему ничем не поможем. То есть все, он уже намахнул на себя рукой. Этот больной, он не подлежит этим сложным операциям. И даже мы ему если поставим сустав, и он будет очень красивый, как вот представленные суставы, он не будет им пользоваться. Потому что у него уже нет мышц. У него уже весь организм настроен так, что он не будет ходить. У человека должна быть вот тяга к ходьбе. И он должен хотеть это. Он должен прочувствовать, что без этой операции он просто не может жить. Знаете, американцы шутят. У них американские хирурги, они ходят в галстуках. И они говорят, что это должен быть ярко положительный симптом галстука. Когда больной готов схватить хирургу за галстук и сказать, сделай мне эту операцию, я больше жить не могу. Вот когда он это готов, тогда у него все проходит великолепно. Но он должен сам это хотеть. Но, к сожалению, наши больные, я скажу, что очень терпеливые. Они дохаживаются до крайних степеней артроза. Потому что заболевание течет по степеням. И когда уже в процесс включаются мягкие ткани, связочный аппарат, то операция становится гораздо тяжелее, нежели тогда, когда рекомендует хирург-ортопед. Какие вопросы нужно задать хирургу, прежде чем соглашаться на операцию, чтобы вы сказали на это? Как я могу, как пациент, подготовиться к этой операции? Я бы, вот если бы мне предстояла такая операция, чем я могу помочь врачу? Вылечить ли свои хронические заболевания? Мне нужно снизить вес. Что я могу сделать? Как я могу подготовиться к этой операции? А подготовка к операции – это что-то серьезное? Все больные, которые идут в нашем отделении на операцию, они осматриваются и хирургом, и терапевтом перед операцией. Как минимум за месяц. И у пациента есть время хотя бы сходить к терапевту, к стоматологу, к нефрологу. И компенсировать свои хронические заболевания. Это нужно делать обязательно. А если не делать? А если не делать, то риск осложнений повышается в несколько раз. И не всегда это виноваты врачи, как считается, как говорится это сейчас, наверное, везде. К сожалению, врачам, наверное, это очень горько слышать. Я хотел бы перебить. Дело в том, что ты очень правильно сказала. Вот во всем пытаются обвинить врачей. И очень часто мы даже не задумываемся, сколько у нас внутри этой инфекции есть. И в носу, и в горле, и в других участках тела. И мы не понимаем, люди говорят, ну как это, горло это горло, а сустав это сустав. Какое отношение горло и сустав? Ну это все единый организм. И вот это вот страшно, когда эта инфекция, привычная для человека, она начинает попадать в сустав. И мы тогда говорим о так называемой вялотекущей хронической инфекции. Это очень незаметное осложнение, но оно самое грозное. И вот труднее всего лечить, потому что эта инфекция уже живет в человеке, он к ней привык. И вот здесь возникают очень большие проблемы. То есть, ну, такое, знаете, бытовое мнение. Хирург мне занес какую-то инфекцию. Да, ну не надо ее заносить. Его уже было очень достаточно много. Мы же имплантируем не просто железку, как вот некоторые больные говорят. Вот мне пластинку поставили. Это не пластинка. Это орган, который мы ставим как бы на всю его жизнь. Этот орган должен с ним жить всегда. Это не временная конструкция, которую удалим через год-два. Да, и отношение к этому должно быть как к своему, потом уже родному органу. И он становится действительно родным. Некоторые больные говорят, мы даже не ощущаем, что у нас сустав заменен. Расскажите, пожалуйста, про суставы, собственно, из чего они изготавливаются. И как много вообще вариантов одного и того же сустава может существовать. Вариантов очень много. И больные иногда говорят, а можно я куплю сустав? Невозможно купить сустав. Ну, мы его поставим, мы должны иметь, ну, да, огромный выбор во время операции. Потому что мы подбираем размер. Мы не подпиливаем кость под сустав. Мы подбираем под кость нужный размер, нужную форму сустава. Очень много зависит от узла трения. Но, к сожалению, финансирование медицины становится все хуже и хуже. Мы стали, не только мы, все абсолютно, стали переходить на более дешевые системы. Ну, как правило, это вот этот сустав, это современный сустав. Вот его установка позволяет больному ходить... Какой-то мебельный шарнир. Ну, да, действительно, это что-то заберетный сустав, это шарнир. Этот сустав позволяет человеку сразу ходить после операции с полной нагрузкой на ногу. То есть его вот форма, его покрытие современное. Но здесь узел трения металл и полиэтилен, специальный полиэтилен. Есть очень современные суставы. Как бы срок жизни этого сустава 12-15 лет. Срок жизни вот этого сустава, керамика по керамике, он превышает 25 лет. Это керамика, из которой изготавливаются на гоночных автомобилях колодки и цилиндры двигателя. То есть, ну, она не бьющаяся керамика. Мне неудобно здесь демонстрировать, но ее разбить невозможно. Это более старый тип керамики. То есть это как конструктор, он одевается на разные головки. Это вот все варианты-то забедренного. Да, одного сустава. Видите, они отличаются по форме, не отличаются по размерам. То есть все это подбирать индивидуально нужно во время операции. Это вот было в свое время очень популярное направление. Мы, ну, в России поставили больше всех. Это изофейсинга, о котором многие больные до сих пор спрашивают. То есть мы ничего не удаляем. Мы не отрезаем кости, мы обрабатываем бедро и заменяем его металлическим таким вот колпачком. Ну, и так же он вставляется. То есть это вот муляж этого сустава. Ну, здесь все сохраняется свое. И потом можно это убрать. Но, к сожалению, одна из фирм, которая производит такие суставы, ну, у нее оказался не очень хороший металл. Американская фирма. И во всем мире появилось огромное количество нареканий, отзывов этого сустава. И у нас сейчас просто огольно в России запрещено использовать любые суставы, где узлом трения является металл по металлу. Это красота, которая стоит здесь у нас на столе, это, я так понимаю, коленный сустав. Да, это коленные суставы, которые тоже могут быть различными. Это тотальный, так сказать, коленный сустав, полное замещение коленного сустава. Есть одномыщелковый сустав, когда меняется только один мыщелок, половина сустава меняется. Есть, когда тибиальный компонент состоит полностью из полиэтилена. И показания для их установки, естественно, различные. А вот скажите, пожалуйста, пациент просит вас, вот поставьте мне керамику или поставьте мне там что-то еще. Либо кто определяет в конечном итоге? Вы знаете, вот пациенты иногда, вот очень нездоровая тенденция, которую наметилась в последний год, пациенты начинают мериться... Простите, импортный. Мы импортный только ставим. Начинает мериться ценой. И они приходят ко мне как к заведующему, начинают ругаться, говорят, а почему у моего соседа сустав стоит за 50 тысяч, а мне бесплатно поставили сустав за 46 тысяч. И они начинают думать, что ему поставили лучше. У него просто дороже сустав, потому что нарушение кости гораздо хуже. В английской королеве стоят 20 метрных протезов, которые самые дешевые считаются. Но они стоят, и пожилому человеку не нужно вставлять в расставящий сустав дорогой. У нас были случаи, когда мы больному вначале ставим бесплатно цементный сустав, он на нем ходит, потом он говорит, я не хочу больше раздать очередь, пожалуйста, поставьте мне лучший сустав, современный, на другую ногу. Мы ему ставим бесцементный, который должен врасти. Он говорит, вы знаете, мне хуже. Вот этот современный дорогой сустав, мне хуже, я его ощущаю, а тот был как родной. То есть выбирает хирург. Если вы должны довериться хирургу. Вот для этого мы осматриваем пациентов за месяц до операции. Мы определяем марку протеза, которую предстоит установить. Мы подготавливаем целую линейку протезов этих, чтобы в конце концов на операции окончательно выбрать этот протез. Ну да, и вот, к сожалению, надо сказать, что сейчас финансирование не такое большое, и мы не можем по государственным программам ставить керамические протезы. Ну это дорого очень. Искусственный протез это не навсегда? Нет, это не навсегда. Это не навсегда. Это зависит от многих причин. Это, как правило, возрастные уже больные. И сейчас тоже везде говорят об остеопорозе, особенно у женщин. То есть на жизнь сустава влияет очень много факторов. Это состояние кости, это состояние связочного аппарата, мышц, заболевания, в конце концов, поведение больного. Очень много факторов влияет на это. Всем же, наверное, пациентам хочется какой-то гарантии, да? И вас спрашивают, очевидно, на сколько лет вы мне ставите этот протез? Что вы отвечаете на эти вопросы? Вообще это очень такой некорректный вопрос. Вы знаете, вот известный ортопед, травматолог Гаврил Абрамович Лизаров, когда к нему приходили пациенты и говорили, есть какая-то гарантия? Он всегда говорил, вы знаете, через дорогу работает часовая мастерская. Они на все дают гарантию. Сходите, может быть, они и вам сделают ногу и дадут гарантию. Как мы можем гарантировать, что вот эта сложная конструкция, которую мы имплантируем человеку, она будет воспринята организмом как что-то родное? Всегда есть какой-то шанс, что это будет какой-то эффект отторжения, неприживаемости этого протеза. Мы не можем дать никогда стопроцентной гарантии. Мы можем дать вероятностную гарантию. Какие наиболее частые осложнения все-таки встречаются в вашей практике? И частые ли они? Самое грозное, к счастью, самое достаточно редкое осложнение – это тромбоэмболия легочной артерии. Когда у человека имеется тромб, этот тромб отрывается, он вызывает закупоривание крупного сосуда, и больной может умереть прямо сразу же. Это крайне редкое осложнение, но оно бывает иногда раз в год у нас такое вот стреляет. Хотя не каждый год, далеко не каждый год. И сейчас есть современные препараты, которые занимаются профилактикой этого осложнения. Но страшнее всего оно происходит у больных, ведущих малоподвижный образ жизни. Поэтому, когда мы ставим сустав, мы сразу больному говорим, пожалуйста, двигайте ногой. Мы вам поставили сустав, вы можете начинать ходить сегодня. То есть вы рекомендуете не покой, а двигательной гарантии? Никакого покоя, очень важно. Они для этого ставят сустав. Почему мы не ставим сустав больным, который не ходит? Потому что он должен, как только мы ему сделали операцию, как только он начнулся от наркоза, он должен сразу начинать двигать ногой. Иначе чудес не случится. Чудес? А что? Чудо и так случилось. Очень трудно. Нужно настаивать на том, чтобы человек встал, пошел. Для этого мы обезболиваем. Пожалуйста, нет никаких отказов в обезболивании. Жалуйтесь нам, мы вам поможем. Он должен ходить. Человек тоже должен работать. Понимаете, нельзя, чтобы только врач лечил. Нужно работать в команде, да? И эта команда, это пациент, врач, медсестра, в конце концов, родственники тоже. За границей принято выписывать больного на пятый день, на четвертый день. Мы выписываем больного на четырнадцатый день, на пятнадцатый день. Не от того, что мы плохо их оперируем. Мы больного, ну, я не хочу, может быть, как-то ругать наше здравоохранение, но мы их выписываем в никуда. Если мы выписываем больного домой после эндопротезирования, мы точно знаем, завтра к нему никто не придет. Никакая патронажная сестра его не посетит дома. К нему не приедет хирург посмотреть состояние раны. К нему не придут домой снять швы. Он предоставлен самому себе. И вот это у нас нет коллинии. Больной не может позвонить и спросить. Вы знаете, вот у меня какой-то вопрос непонятный появился. Для него это впервые сделанная операция. Конечно, у него масса вопросов. Он не знает, нужно ли ему ходить, не ходить. Можно ли ему лечь и повернуться. Но это сложно. Поэтому мы стараемся держать их до такого состояния, когда он... Когда ему все будет уже понятно, и он может ходить даже по лестнице. Хотя мы все это объясняем во время госпитализации, когда он после пяти дней проходит у нас, ну, по сути дела, революционный период получается. У нас есть рекомендации, книжечки такие выдаем пациентам, где все расписано по дням, как он и что должен делать, как он должен вести себя после операции в течение трех месяцев, пока он не придет на следующий прием к ортопеду. И тем не менее, конечно, люди теряются, выходят домой, и у них снова масса вопросов. Ну, нам же кажется, что главное пережить операцию, а там уже все, слава богу, новый сустав стоит всю жизнь. Это только часть, правда, начало. Когда вы сделали операцию, да, вы только встали с нами на тот путь светлый, чтобы прийти к чему-то светлому жизни без боли. А вот прийти к чему-то светлому, все-таки полностью вернуться к прежней жизни не получится с новым суставом? Получится. Здесь нужно сказать о требованиях, может быть, пациентов, да, какие требования были раньше и какие требования сейчас. То есть на горные лыжи, вот, говорите, не стоит потом вставать? Нет, пожалуйста, вставать. Понимаете, смотря с каким суставом, смотря с какой патологией сустава, она очень разная у различных больных. Поэтому, конечно, если у человека кривые настолько, извините, так выражусь, кривые ноги настолько, там, под углом 45 градусов, ну, конечно, он не встанет на горные лыжи. Если человеку меняется половина коленного сустава, да, пожалуйста, у него все связки сохранены, он может делать все, что угодно. Я вот делал ресурфейсинг, несколько у меня было пациентов, ну, они мастера по восточным единоборствам. Конечно, это они никому не говорят, что у них замененный сустав, ресурфейсинг, и это очень нежная структура, вы знаете, мы все оставляем свое, кости свои. Так вот, они продолжают заниматься спортом, продолжают получать какие-то там награды, продолжают побеждать на этих соревнованиях. И это самый противопоказанный спорт. Мы всегда говорим, что избегайте нагрузок ударных, избегайте каких-то прыжков, но это их жизнь. И они говорят, у нас все хорошо. Пусть простят меня ваши коллеги, но я скажу, что то, что делаете вы в своем отделении, практически-то никто и больше не делает. Именно поэтому, наверное, очень большие очереди желающих на плановую операцию именно ваше отделение. А сколько вообще операций в год делается у вас? Мы делаем около 800 операций, хотя наше отделение рассчитано на 1000 протезирований, еще на 1000 других операций. Только протезирование 1000. Но мы делаем меньше, связанное с тем, что нам недостаточно довыделяют квот. В этом году нам выделили, как никогда, много квот. То есть нам выделено 500 квот на это протезирование. Ну, вы смотрите, 500 и 800, а 300? А 300 – это платные пациенты. А потребность вообще можно сказать какая? Только на тазобедренный сустав, по европейской статистике, не по американской, там больше. По европейской мы должны выполнять 3500 эндопротезирований. Это тогда, когда уже очень много центра работает, когда как бы потребность, она вот та, предыдущая потребность, она уже решена. Когда еще не решена предыдущая потребность. И вот парадокс в том, что чем больше мы оперируем, тем больше начинает увеличиваться очередь. Потому что, я уже говорил, это очень успешная операция. Она, эндопротезирование забедренного сустава, была признана самой успешной операцией прошлого века. И больные полностью восстанавливаются, у них никаких болей нет. Они начинают говорить своим друзьям, ты что мучаешься, не пей лекарство, иди. И они встают в очередь, они тоже хотят протезирование. И чем больше мы оперируем, тем больше желающих появляется. Ну и последний, наверное, вопрос на сегодня. Скажите, пожалуйста, а можно ли что-то предпринять, чтобы не стать вашим пациентом? Ну, нужно. И можно, и нужно. Я уже услышала, что все-таки курить и пить нежелательно. Курить и пить. Следить за своим весом, правильно питаться, да. Заниматься физкультурой. А не спортом. А не спортом. А не профессиональным спортом. Не профессиональным спортом. Лечить хронические заболевания. Потому что, конечно, очень много мы переверим ревматоидного артрита, педагогического артрита, диабетического артрита. Насколько возможно хотя бы поддерживать в стадии компенсации хронические заболевания? Ну, и все-таки, вот, наверное, нехорошо так говорить. Но если вы заметили, что у вас что-то не так, если у вас кривая нога, она начинает болеть, вы придите к ортопеду. Вот, может, просто маленькую операцию можно сделать, коррегирующую стеотомию, и у вас все будет всегда хорошо. Потому что ждать чуда нельзя. Ничего не рассосется. Будет только хуже и хуже и хуже. И чем раньше вы придете к врачу, тем быстрее все это можно устранить и не доводить дело до протезирования. Я всегда больным говорю, что если можно обойтись без протезирования, нужно выбирать этот путь. Это самый плохой путь. Да, он хороший, как бы, с точки зрения восстановления функций. Но это не самый лучший вариант. Потому что у вас в организме появляются чужеродные совершенно предметы, с которыми может случиться все, что угодно. Уже тут мы с вами никак не можем. Поэтому лучше всего уйти от протезирования. А я, может быть, как женщина, добавлю, что все мы стареем. Все в организме стареет. Появляются морщины, сидеют волосы. И суставы стареют. Но, однако, мы разглаживаем морщины, покупаем всякие кремики. Ну, так давайте ухаживайте за суставами тоже. Я благодарю вас за этот очень важный разговор. Со своей стороны, наверное, можно было бы пожелать вам развития побольше квот и новых технологий. Спасибо большое. Конечно, предел прочности у суставов есть. Например, их прямо-таки убивает чрезмерное увлечение бегом. Опасные приседания к ним – большие претензии у врачей. Гораздо безопаснее те тренировки, в которых нет таких ударов по суставам. Лыжи, велосипед, плавание. Берегите свои суставы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин